Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Аллилуйя! Слава Богу! И сегодня, знаете, мы будем говорить на очень важную тему. Эта тема касается завета. Завета с Богом. Я ее назвал Бог Заветов. Потому что Бог заключал разные заветы в истории человечества. И нам важно понять, почему Он Бог Заветов. И почему Бог хочет, чтобы мы были в завете с Ним. Почему Завет для Него так важен. И, знаете, в этом мире о заветах не говорят. В этом мире говорят о договорах, о контрактах, о партнерстве. Но Бог, Он говорит о заветах. И вы знаете, что у нас наша Библия, она называется Ветхий Завет или Старый Завет и Новый Завет. Видишь ли, ты читаешь книгу чего? Книгу Завета. И это важно понимать, что Бог – это Бог Завета. И первый завет Бог установил еще в Едемском саду. Вы помните, когда Он сказал Адаму, чтобы он владычествовал, чтобы он обладал землей, чтобы они плодились, чтобы они разобнажались, чтобы он охранял, сделывал сад Едемский. Но потом, когда люди не послушались, Бог их не просил, Он их не оставил, Он сказал еще о Новом Завете. Но Он сказал, что придут последствия после нарушения Первого Завета, что дьявол будет проклят, земля будет проклята. Но Бог сказал, что придет Искупитель. Он сказал, что семя жены победит того, кто будет жалить ее в питу. И слава Богу, что Бог, Он всегда исполняет свой завет, Бог исполняет свои слова. И это всегда дает нам надежду и веру, что то, что сказал Бог, оно всегда исполнится. Скажи на это Аминь. И помните, когда Бог заключил завет с Ноем, как это выражалось, да? Он сказал, что потопа больше не будет. И потом появилась радуга, которая была свидетельством Божьего обещания, Божьего обетования. И много могут сейчас говорить о потеплении климата, о том, что все затопится, что все льды растают. Но, знаете, я верю, что Бог сказал, что потопа не будет. Вы верите в это или нет? Вот, поэтому Бог, все, что Он говорит, Он всегда исполняет. И, конечно, Бог хочет научить нас, чтобы и мы были такими же верными людьми. Потому что Бог, Он исполняет Слово, и Бог хочет, чтобы мы тоже были людьми чего? Людьми Слова. Аминь. Бог заключал завет с Моисеем. Я сейчас не буду просто все заветы разбирать, это очень долго. Да, Он дал десять заповедей, Он сказал, как благословение будет и как его не будет. И Он объяснил эти десять заповедей, о чем они говорят. Вы их всех знаете, да, что там первая, вторая, третья и так далее. Все десять заповедей, они также показывают, что Бог ожидает от нас. Слава Богу! Но, вы знаете, всегда я вижу, что Бог, Он инициатор завета. Бог инициатор. И это здорово, что Бог идет навстречу, потому что, как написано в притче, что сильный делает все произвольно. Мы должны учиться у Бога, потому что мы зачастую ждем, что кто-то к нам придет первый, кто-то к нам подойдет, кто-то к нам что-то скажет, кто-то, но не я. Но Бог говорит, я тот, который иду вперед. Я тот, который делаю тебе шаг навстречу. Я тот, который хочу тебе помочь. И написано, что любовью вечной Он возлюбил нас. Слава Богу! Правда? И поэтому, когда Бог заключает эти заветы, Он всякий раз обещает, что произойдет, что будет. Вы знаете, всегда Бог подтверждает свое слово. Когда Бог заключил также завет с Давидом, Он дал обещание, что Его царство на ней придет. Но Он вообще смотрел дальше, и Он говорил о царстве, в котором родится Мессия, и Иисус Христос будет всегда на престоле. Мы пели эту песню, что Он на престоле. Знаете, Давида давно нету, но мы до сих пор поем эти песни и говорим, что Бог на престоле, и Иисус Он на престоле. Аминь! Поэтому очень важно понимать и очень важно ценить, что Бог говорит нам. Поэтому, когда мы говорим больше, конечно, о Новом Завете, потому что мы живем в эпоху Нового Завета, и две тысячи лет назад Бог заключил завет со всем человечеством. Он заключил этот завет через жертву Иисуса Христа. Бог заключил этот завет, и благодаря этому завету мы сегодня спасены. Благодаря этому завету мы находимся здесь, мы находимся в церкви. Благодаря этому завету у нас есть будущее и надежда. Слава Богу! Поэтому мы понимаем, что Бог, Он Бог Завета, и Он всегда говорит на языке Завета. И мы сегодня будем смотреть, какие заветы Бог сейчас нам предлагает заключать, помимо завета с Ним. Ну, некоторые слова греческие, мы тоже всегда еврейские разбираем слова, чтобы мы понимали, что значат эти слова. Поэтому по-еврейски слово «завет» означает слово «брит». Слово «брит». Ну, одни переводят, что это слово «разрезать». Может быть, слово «бритва» от этого происходит, я не знаю, но одно из значений слова «брит» – это «разрезать». Другие правды говорят, что это слово означает «соединять». И я немножко так даже растерялся, потому что уважаемые учителя, один говорит одно, другое говорит другое. Но неважно, важно то, что завет для нас означает, это то, что Бог с нами, это Бог на нашей стороне, и то, что Бог предлагает нам войти с Ним в завет, заключить с Ним завет. И есть также греческое слово «диотеки», которое используется в Новом Завете. И вот это слово, оно означает, что Бог хочет нас соединить вместе и собрать вместе. Потому что, конечно, когда ты заключаешь завет, ты должен быть с тем, с кем ты заключаешь завет, а не отдаляться и не уходить от того, кто заключил с тобой завет. Поэтому Бог – это Бог заветов, и Бог учит, чтобы мы получили откровения, чтобы мы сами были людьми завета, чтобы у нас также были такие же крепкие отношения с Богом, какие Бог ожидает эти отношения, чтобы были у нас вместе с Богом. Скажи на это аминь. Аллалюя. Поэтому слово «завет» можно сказать еще как слово «союз», как слово «договор». Но это все эти слова, они говорят о том, что мы вместе. Мы вместе. Он с нами, и мы что? И мы с Ним. Но не забывайте, не забывайте, что инициатива, она всегда приходит от Бога. Аминь. Инициатива завета, инициатива отношений, потому что это Бог возлюбил мир, правда? Мы не знали о Боге, мы жили в стране, в которой про Бога никто ничего не знал, но Он возлюбил мир, несмотря ни на что, несмотря на наше неверие, несмотря на наше, может быть, противление Богу. Он возлюбил, написано, мир, и Он отдал Своего Сына. Слава Богу, да? Для чего Он отдал Своего Сына? Чтобы заключить с нами завет. Вот почему Иисус умер. Вот, скоро будет Пасха, и вот в преддверии Пасхи мы уже немножко готовимся и говорим об этом, что же это такое, для чего это было. Потому что мы даже не поймем, почему Иисус умер на кресте, почему Он пролил свою кровь. Потому что завет, Он заключался всегда при жертве. И завет всегда требовал пролития крови, потому что там, где не было пролития крови, там не было завета, и Он заключил с нами кровный завет. Слава Богу! Кровный – это самый сильный завет, это самый высший завет. Поэтому для Бога есть одно основание, когда Он заключает завет. Это когда есть жертва. Без жертвы завета нет. Скажи, без жертвы завета нет? Слава Богу! И вы знаете, когда Бог заключал завет с Авраамом, почему мы так часто говорим об Аврааме, потому что Он – Отец всех верующих написано. И нам важно понимать, что происходило с Авраамом, потому что то же самое, как бы адресовано и нам. То, что было с ним, Бог говорит, смотрите, потому что то, что было с ним, то должно и произойти с вами. И Бог его тоже учил, и Бог заключил с ним завет. Если вы помните, когда Авраам заснул, и ему пришел такой сон, и он увидел в этом сне, я сейчас вам прочитаю, это бытие 15-17, когда зашло солнце, наступила тьма, его дым как бы из печи и пламя из огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Знаете, даже Бог определил даже границы, еще тогда были границы, поэтому, когда сейчас люди говорят, о, где Израиль должен быть, где он не должен быть, он забрал землю там у палестинцев, там еще у кого-то. Нет, мы читаем, что Бог еще давно, давно еще до палестинцев, Он уже сказал, ну, где, где он будет жить, где будет жить этот народ. И Он сказал, вот они, границы, уже они были определены кем? Они были определены Богом. И поэтому Он сказал, что Он сказал? Он сказал, что я это даю, и в тот день заключил Господь завет. Понимаете, Бог заключил завет. Поэтому давайте всегда понимать, что Бог, Он Бог чего? Бог завета. Бог завета. И когда люди нарушали завет, знаете, приходили проблемы. Я хочу прочитать одно место из Иеремии, там тоже говорится о завете и тоже говорится о рассеченном животном. Вот интересно, да, почему так нужно было рассечь животное? Сейчас бы какие-нибудь сказали, зачем животное рассекали, да, там белочку жалко, зайчика или кого там еще. Но Бог хотел всегда показать, что завет – это жертва. И вот это жертвенное животное, да, оно как бы представляло жертву Иисуса Христа. И когда это животное было рассечено на две половины, то тот, кто заключал завет, они должны были пройти между этими половинами. Это говорит о том, что это было одно целое, но оно разделилось для чего? Чтобы снова стать одним целым. Слава Богу. И поэтому Бог показал Аврааму, что не только Авраам пройдет, но он также проходит между этих животных. Бог показывает нам, что он с нами, и что он хочет быть с нами. И для него очень важно, потому что Бог мыслит категорией завета. Бог мыслит категорией жертвы. Да, написано, что нет прощения грехов, если нет пролития крови. В наше время нам кажется, какое-то все страшное, кровожадное, пролитие крови, там жертвы какие-то, рассеченные животные. Мы как бы сейчас этого ничего не знаем, мы только в холодильнике видим животных, там, или этих, куриц, там, или еще кого-то. И для нас, может быть, это даже как-то страшно, необычно, что было за время такое. Но Бог говорил на языке того времени, того народа, когда, знаете, люди, они постоянно этим занимались. Они знали, как это делается. Они знали, зачем это делается. И поэтому Бог говорил, им все было понятно. Да, для нас зачастую нужно уже как-то перевести на новый, современный язык, потому что, может быть, мы не поймем, зачем это нужно было, для чего это нужно было. Но, когда мы читаем Слово Божие, Бог нам объясняет. Вот давайте мы прочитаем еще из Еремии. И он говорит здесь так, это Еремия 34, 18 стих. «И отдам приступивших завет мой и не устоявших словах завета, которые они заключили перед лицом моим». Что здесь Бог говорит? Он говорит о людях, которые что сделали? Переступили что? Завет. Разрушили заветные отношения с Богом. И снова здесь мы видим, «Рассекший тельца надвое и прошедшего между рассеченными частями его князей иудейских, князей иерусалимских, евносимов, священников, весь народ земли, проходивших между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их». Мы читаем для того, чтобы понять, как Бог действовал, как Бог говорил. Но, вы знаете, сегодня Бог говорит нам о завете. И сегодня Бог напоминает нам, потому что, когда мы будем говорить, сегодня у нас будет вечеря или хлебопреломление, что сказал Иисус? Он сказал, «Делайте это в мое воспоминание». Воспоминание чего? Воспоминание завета. Потому что Он сказал, что я заключаю новый завет через свою кровь. И мы должны видеть, это язык Бога. Так Он разговаривает с человеком, так Он объясняет. Потому что без пролития крови, мы знаем, нет прощения грехов. Поэтому мы пытаемся, так сказать, понять язык Бога. Почему? Потому что, если мы не понимаем языка Бога, нам сложно будет с Ним общаться. И мы будем читать Библию, например, и нам будет сложно понимать, почему Бог таким языком говорит. Почему Он так говорит? Почему Он не так говорит? Но мы должны сказать, «Господь, Ты есть Бог». Аминь. Ты владыка неба и земли. И раз ты так говоришь, я хочу понять твой язык. Я хочу понять язык живого Бога. Аллилуйя. И поэтому в Еремии это повторяется то, что было с кем? С Авраамом. Мы здесь видим, что Божий народ, он взял эту, так сказать, модель заключения завета при жертве. И Бог здесь говорит, что когда есть этот завет, мы должны его хранить. Это правильно или это неправильно, хранить завет. И Он говорит, что люди, которые не хранили завет, что с ними произошло? Они попали в руки врагов. Понимаете? Мы как бы выходим из-под той защиты. Мы выходим из-под того обеспечения, которое Бог дает, когда мы с Ним в завете и когда мы его не нарушаем. Это наше дело. И Бог говорит, это ваше дело. Как вы будете хранить этот завет? Как вы будете относиться к этому завету? Но вы должны понимать, что это инициатива Бога было заключить завет с человеком. И мы выбрали, и мы согласились, и мы сказали уже по новому замету, да, Иисус, Ты Господин, Ты Господь. И я хочу жить, что? Под Твоим господством, то есть под Твоим правлением, под правлением Твоей воли, под правлением Твоего слова. И я осознаю и понимаю, что нарушение завета, что? Оно влечет наказание. Скажи на это аминь. Мы не любим наказание. Да? Но мы должны понимать, мы должны давать отчет. Понимаете? Вы знаете, когда человек на самом деле не думает о наказании, ему тогда легче нарушать заветы, ему легче нарушать законы. Например, когда человек нарушает закон, говорит, а я не знал, я не знал. Но мы знаем, что незнание закона, что не освобождает его от наказания. Поэтому, что лучше знать, правда? Лучше знать. И, как говорится, лучше семь раз подумать, какие будут последствия, чем что-то потом сделать. Аллилуйя или не аллилуйя? Аллилуйя! Вы что ждете сейчас? Итак, мы видим, что Авраам, он вступил в завет как при жертве. При жертве. И поэтому, чтобы была жертва, нужно, чтобы эта смерть, Чтобы это жертвенное животное, оно умерло. Правда? И, вы знаете, еще один момент в этой смерти этого жертвенного животного, оно вообще говорит о том посвящении, которое Бог делает для нас. Потому что Бог, Он таким образом говорит, я полностью отдаю себя вам, я полностью посвящаю себя вам. Но, с другой стороны, Он говорит, и вы должны, что сделать? Полностью посвятить себя кому? Мне! Посвятить себя Богу! Аллилуйя! И таким образом мы не можем, сегодня мы с Богом, завтра мы без Бога, сегодня мы с Богом, туда-сюда, туда-сюда, Бог говорит, я такие отношения, что? Не приемлю. Это не для меня. Это вы можете где-то там быть, но со мной, говорит Бог, такие отношения не пройдут. Со мной такое не получится. И поэтому, говорит, я готов умереть за вас, вы готовы умереть для себя. И действительно, когда Он отдал Иисуса Христа, Он доказал, да, что Он готов умереть ради нас, чтобы заключить с нами завет. То есть это не просто, не просто было, как в Ветхом Завете, да, там были жертвенные животные, кто скажет, ну это же были животные, это же не был сам Бог, Бог-то сам там сидел где-то и смотрел на все это. Нет, Бог пришел на эту землю, да, в облике человека, в облаке Иисуса Христа, и Он умер. И Он показал, что да, я отдаю себя за вас. Я проливаю свою кровь за вас. Готовы ли вы отдать свою жизнь за Меня? Знаете, Бог не ожидает, чтобы ты там себя застрелился или прибил себя на крест. Иногда, как я помню, это был фильм такой про сектантов, и там так людей пугали, что там людей в жертву приносят. Я думаю, что такие вот и еще до сих пор ходят, слухи всякие страшные, да, говорят, о, там страшно, там может быть то, может быть это. Но, знаете, для Бога это главное, не твоя физическая смена, что если ты физически умрешь, что с тобой дальше делать? Ну, ты умер ты, и что? Ну и все. А как дальше? Бог говорит, а я от тебя спас, не чтобы ты умер, а чтобы ты жил, правда? Поэтому для Бога это умереть для себя означает, да? Моя смерть, когда я говорю, я не для себя хочу жить, а я хочу жить для Бога. Это мое посвящение, и это моя жертва. И вот этого Бог и хочет, чтобы я сказал, я хочу жить для тебя. Ты уже доказал, Господь, что ты любишь меня, да? Ты доказал, что я ценен тебе, ты показал, что ты уже это сделал ради меня. Теперь моя сторона завета сказать, что теперь я хочу, Господь, жить для тебя и служить тебе. Скажи на это аминь, если хочешь, конечно. Вот, поэтому это и есть тот завет. Вот почему написано в Евреям, что ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших оно не имеет силы, когда завещатель жив. Интересно, знаете, например, в русском языке слово завет и завещание не отличаются, да? И вот здесь и переведено не как слово завет, а как слово что? Как слово завещание, потому что завещание мы понимаем, кто пишет завещание? Тот пока еще жив, но он пишет завещание, что моему там дорогому внуку, Сидору, я хочу дать вот это и вот это и еще то и вот то, вот, да? И что? И когда он умирает, его дорогой друг Сидор, внук Сидор, он обнаружит, что во, слава Богу за дедушку там, да, слава Богу там, что я получил это по завещанию. Но я опять же хочу повторить, что для Бога важно это наша старая природа, чтобы умерла, наша греховная природа, наша эгоистичная, наша непослушная, бунтовская природа, чтобы она умерла. Аминь? И потому что, когда умирает старая, воскресает новая. И вот здесь написано, это сила тогда, она проявляется. Какая сила? Сила воскресения. Вот когда сила воскресения, говоришь, я не живу для себя, я живу для тебя, и Господь, ты даешь мне силу, силу воскресения, чтобы жить для тебя, да, и это Дух Святой, это Его сила, это Его помазание, оно приходит на тебя, и ты тогда движешься уже какой силой? Силой Бога. И люди, которые это не понимают, они пытаются по плоти побеждать свои грехи, побеждать там свои проблемы, и они всегда терпят неудачу, и потом говорят, у меня ничего не получается. Ну, потому что Бог говорит, чтобы у тебя было откровение, чтобы ты умер для себя и воскрес, для Бога. Слава Богу! Знаете, когда люди проходят водное крещение, это тоже завет, и мы даем, написано Богу, обещание доброй совести. Какой совести? Говорит, у меня вообще уже нет совести, где моя совесть? Но Бог говорит, чтобы ты дал это обещание, ну, я привык давать обещания, сегодня дал одно обещание, завтра другое, послезавтра третье. Нет Бога, у меня так не работает. Если я что-то обещаю, я всегда исполняю. И Он говорит, я хочу, чтобы ты тоже был похож на меня, образ и подобие Бога, чтобы ты тоже, если ты что-то обещаешь ты это исполнял нам нравится когда люди другие обещания исполняют особенно если тебе что-то пообещали вот я я тебе куплю велосипед там например да я тебе там куплю шубу я куплю тебе вот это там и потом счет то есть это забыл думаю наверное уже не надо тебе никого велосипеда никого шубы там вообще тебе ничего не надо как ты на это будешь реагировать обида ух ты врун там или ты вру ниха да а это верил тебе уже уже думал как я на велосипеде там буду ездить как шубу буду все вранье все нет у меня веры к тебе и поэтому люди да они часто дают обещания но они не часто их исполняют и поэтому порой когда мы читаем библии написано что бог обещал там то-то и то-то да и нам сложно поверить потому что мы сами-то не исполняем свои обещания мы видим как другие люди не исполняют свои обещания бог то наверно тоже не исполняет свои обещания вы наверно тоже так думали да и вы начинаете сомневаться истинно ли сказал бог действительно истинно ли это для меня истинно ли я тоже до дитя божья может я не дитя божья может быть я вообще че-то непонятно чего я дитя и вот таким образом бог говорит вы жили но вы должны умереть для со старого человека для старого мышления аллилуйя и вы должны воскреснуть для новой жизни жизни во христе когда вы становитесь похожими на бога не просто я похож на чем ты похож что ты веришь что твое слово а ну да и аминь как у бога да что ты исполняешь свои обещания и поэтому бог это очень сильно завет это очень сильно это как бы особенные такие обстоятельства да когда вот эта жертва рассекалась и дым там проходил и огонь там проходил знаешь такие впечатления на всю жизнь всегда остаются сейчас у нас нет ни дыма ни огня до вот этого ничего нету а что сейчас есть что сейчас есть сейчас есть у нас вера слава богу есть вера и поэтому если ты живешь по вере ты меняешься потому что вера она связана со словом божьим и когда ты исполняешь слово божие тогда ты меняешься аллилуйя когда ты что-то говоришь ты исполняешь это и ты меняешься потому что может быть раньше ты не исполнял свое слово раньше тебе легко было что-то пообещать и тут же забыть и тут же перезабыть и тут же переобещает что-то ну ладно потом я сделаю понимаете что мы меняемся написано мы идем от вере к вере от славы славу мы преображаемся поэтому когда ты идешь за богом и исполняешь слова ты будешь меняться хочешь ли ты меняться вот вопрос장 не все люди хотят меняться я вот сейчас там наружу людей которые они как бы слышат что-то и они говорят это хорошо то его хорошо вот это хорошо вот это но говорит почему-то это не применяю в своей жизни почему ты не используешь это в своей жизни и проблема всегда в том что люди зачастую не хотят меняться и поэтому они не применяют Слово Божье, и поэтому у них нет чего? Результатов. У них нет результатов, потому что они не хотят меняться. Они привыкли жить каким-то образом, они привыкли думать каким-то образом, поступать каким-то образом. Они как бы, конечно, каждый нас сформировался уже во что-то такое, и вдруг приходит Бог, и Он говорит, это должно умереть. О, как это умереть? Твоя жадность должна умереть? Твоя лень должна умереть? Что у тебя еще должно умереть? Все, что не нравится Богу, должно умереть. Скажи, аллилуйя! Ну, мне же оно нравится. Да, тебе нравится быть ленивым, тебе нравится быть жадным, тебе нравится быть непослушным, тебе нравится быть гордым, но Богу это не нравится. И Он говорит, завещание, то есть обетование Бога вступает в силу, когда это умирает. Если это не умирает и остается живым, обещание не работает. Вы понимаете, в чем суть? Поэтому мы, может быть, хотим где-то обхитрить Бога и сказать, Бог там, типа, ты же не видел, ты же не слышал, ты же тут не стоял, ты же тут не знаешь. Он все видит, он все знает. И если мы думаем, что мы можем кого-то объегорить, обмануть, и мы думаем, что у нас как бы и с Богом это получится. Нет, с Богом это не получится. И поэтому, если в нашей старой природе у нас это где-то проходило, где-то прокатывало, как говорится, это мог родителей где-то там обмануть, там учитель мог обмануть, еще там кого-то, еще кого-то. И думал, ты такой хитрый, ты такой важный, ты такой важный. умный и думаешь, и здесь у тебя полное, нет, здесь не получится, слава Богу. И он говорит, вот это все должно что? Умереть. Скажи умереть. Ну, это радостная, мне кажется, смерть. Когда умирает твой страх, когда умирает твоя лень, когда что там у тебя, вот то, что тебе мешает, умирает, ты можешь так сказать, слава Богу, я так рад, что это сдохло. Моя лень, она сдохла. Может быть, грубо звучит, да? Может, другие слова найти. Скажет, моя любимая лень уже почила. Или там еще что-то такое. Вот, поэтому так действует Бог, друзья. Мы пришли к Богу, мы пришли в Его Царство. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И если Бог нас позвал, мы откликнулись, мы поверили, мы спаслись. Бог говорит, теперь вы живете по моим законам. Говорит, ой, я не знал, что у тебя такие законы. Да, говорит, у меня есть свои законы, а как ты думал? У Бога все работает по закону, поэтому, знаешь, слава Богу, ничего не падает сверху, да? Почему? Потому что есть Божьи законы, закон притяжения, закон погружения. Законы работают, и когда они работают, это обеспечивает нашу безопасность. Скажи, безопасность. Вот, и поэтому Бог, Бог также говорит, есть хорошие законы. И когда ты в этих Божьих законах, это для тебя несет, что безопасность. Обеспечение. Аминь. Но, как там в Еремии написано, но они нарушили мой завет, и поэтому, говорит, они попали в руки врагов. Хочешь ли ты попасть в руки врагов? А? Скажи соседу, хочешь ли ты? Он, говорит, иногда не хочу, но делает так, как будто бы он хочет попасть. Вот он так живет, что как будто на тебе бейте меня, пытайте меня, топчите меня, враги окаянные, да? Потому что человек не послушается, идет и делает по-другому. И что? Он подставляет себя кому? Врагам. А враги, они, знаете, они тут, как тут, как мы знаем, враг не дремлет. И он тут же приходит, чтобы дать тебе с избытком. Что такое завет, да? И мы видим, что это не просто был завет, а это был завет через жертву, ведь Иисус отдал себя. Почему? Потому что Он возлюбил церковь. Он сказал, для чего Он забрал наши грехи? Чтобы мы опять грешили? Для чего Он пошел на крест? Чтобы мы делали все, что нам в заблагорассудится? Для чего Он отдал себя в эту жертву, да, и заключил завет? Для того, чтобы мы жили новой жизнью. Что такое белое? Это значит чистое, слава Богу. Это значит без греха, да, как написано там, какую церковь приготовить? Без пятна и порока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok